Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Именно на этом ответе преподобного и основывается наше почитание его имени. Именно поэтому тысячи паломников сегодня собрались в Троице-Сергиевой лавре. Не потому, что кто-то получил приглашение, не потому, что кто-то кого-то заставлял прийти. Но вы прибыли сюда из града Москвы и других городов и весей, движимые только одним желанием – помолиться в этот день перед ракой преподобного, точно зная, что он слышит вашу молитву. А чем же святой преподобный Сергий обрел такую великую силу? Ответ на это содержался в Евангелии, которое мы сегодня слышали за литургии, а также и в апостольском чтении, где апостол прямо говорит «Если кто из братьев и согрешит, то вы такого исправляйте духом кротости». Исправление человека, исправление жизни нашей – это есть непременное условие развития человеческой личности, ее совершенствования. Есть непременное условие совершенствования и общественных отношений жизни человеческого общества. Потому что именно грех, а не что иное, является причиной наших бед, скорбей, семейных неурядиц, отсутствия здоровья, проблем в обществе и в государстве. Грех, который внутри людей, который толкает их на то, чтобы обманывать друг друга, полагать ложь в основании своей жизни деятельности, стремиться к обогащению власти за счет других, подавлять и преследовать того, кто не согласен. Все это имеет своим корнем, своей причиной ни внешнее неблагоустройство общественных отношений, ни наличие тех или иных законов, ни наличие ли тех или иных традиций в устроении общественной жизни, а имеет единственной своей причиной грех внутри человека и никогда не станет общество и человечество лучше, если не будет борьбы с грехом. А вы таковых, то есть согрешивших, исправляйте духом кротости. Грех не может покинуть человека под влиянием внешней силы, будь то сила государства или, как это было иногда в истории, внешняя принуждающая сила церкви. Грех может исчезнуть только внутренним трудом и внутренней работой человека над самим собой. А если и может быть внешнее воздействие на личность, то только духом кротости. Потому что сам человек должен определить, что хорошо, а что плохо. Он сам должен отречься от греха. Он сам должен встать на путь спасения. И никакой властью и силой спасти человека невозможно. А для того, чтобы помочь ему понять свою ответственность и власть над самим собой, духом кротости следует влиять на человека. Почему собрались вокруг преподобного Сергия в далеком 14 веке на этой самой земле, на которой мы с вами стоим, многие ученики? Почему преподобный стал центром притяжения всей Святой Руси? Почему склонил перед ним колено Дмитрий Донской, отправляясь на Куликово поле? Почему склонил перед ним голову Олег Регзанский, нежелавший быть вместе с Москвой в борьбе против иноземных захватчиков? Да потому что преподобный не силой человеческой власти, не силой принуждения, а силой кротости исправлял души людей, привлекал к ним по молитвам своим божественную благодать. Каждый из нас в какой-то момент в жизни призван кого-то учить. Родители детей, педагоги учеников, опытные люди, молодежь, мы должны понять, если хотим исправить ближнего своего по закону Христову, по заповедям Его, нет иной силы, как только духом кротости исправлять человека. Это имеет отношение и к духовенству, и особенно к духовникам, которые принимают исповедь людей, ни силой власти, ни металлом в голосе, ни устрашениями, а силой кротости и любви призван духовник исправлять жизнь человека. И если будем жить по слову апостола, то тогда и к нам Господь через угодников своих, в лике которых особое место для нас занимает преподобный Сергий, милость свою преклонит и исправит нас греховное житие, наполняя его благодатью своею, силой и крепостью. Молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Радонежского да сохранит Господь каждого человека, да поможет каждой метущейся душе обрести смысл бытия. Его молитвами да сохранит Господь юное поколение от всякой грязи и скверны и научит тому, насколько благое и совершенное иго предлагает нам Господь словом Своим. верим, что его молитвами Господь благословит и укрепит веру православную, а с ней и духовную жизнь народа на необъятных просторах Святой Руси. Аминь. С праздником вас всех поздравляю! С праздником вас всех поздравляю! С праздником вас всех и украшай свой лад. С праздником вас всех и украшай свой лад. Субтитры создавал DimaTorzok